Достопримечательность Западной Армении Достопримечательность Западной Армении Рай, спрятанный среди гор Долина Пулумур, расположенная в провинции Дерсим Западной Армении, в любое время года примечательна своей природной красотой и дикой природой. В эти дни, когда температура воздуха поднялась, снег в одной части долины начал таять, что привело к возрождению водопада Чиртан. Вид на водопад Чиртан, который падает с высотой около 30 метров, становится еще красивее, когда вокруг него на водопой собираются дикие козы. Кстати, дикие козы в этом регионе находятся под особой охраной. Если у вас есть возможность и хотите насладиться красотой и девственной природой, то это место, которое вы ищете. Подписанные Азербайджаном, Республикой Арцах и Армении соглашения от 12 мая 1994 года и соглашения от 4 февраля 1995 года являются бессрочными и юридически сохраняют свою обязательную силу. Азербайджан, то есть государство-правонарушители этих международных договоров, должен нести ответственность. Следует восстановить статус-кво анте-беллум, то есть ситуация, которая существовала до войны. Необходимо восстановить территориальную целостность Республики Арцах. Подписанные Азербайджанской Республикой, Республикой Арцах и Республикой Армении соглашения о полном прекращении огня и военных действий от 12 мая 1994 года и соглашения от 4 февраля 1995 года об укреплении режима прекращения огня являются бессрочными соглашениями и юридически сохраняют свою обязательную силу. Эти два важнейших официальных соглашения имеют силу международных договоров. Полная статья доступна на нашем сайте. Скоро открытие ТУМО в Ахалкиалаке. На Facebook-странице Центра креативных технологий ТУМО сообщается, что с апреля месяца этого года в Ахалкиалаке откроется филиал Центра ТУМО. Программа ТУМО едет в Джавахете. В результате сотрудничества Союза армянской помощи Грузии и Центра креативных технологий ТУМО юные мальчики и девочки скоро будут иметь возможность обучаться в образовательной программе в 14 сферах. Самообучаться молодежь будет на месте, а для уроков поедут в ТУМО, город Гюмри. Ближайшие недели завершатся ремонтные работы помещения и работы по техническому оснащению, и примерно 160 юношей и девушек смогут начать обучение уже в апреле месяца этого года. Будущие ТУМОвцы, увидимся скоро, говорится в сообщении на фейсбук-странице. Как сообщили GA News в Союзе армянской помощи Грузии, помещение для ТУМО будет размещено на территории армянского молодежного центра, и на данный момент помещение ремонтируется. Freedom House сослался на уровень демократии в Армении после войны. Организация Freedom House опубликовала доклад «Свобода в мире» 2021 года, согласно которому Армению из 100 имеет 55 баллов и относится к числу частично свободных стран. В прошлом году Армения имела 53 балла. Как сообщает Armand Press, в докладе отмечается, что Азербайджан начал войну в Арцахе, вовлекая в нее и авторитарную Турцию, что уменьшило возможность реформ в Армении и посредством применения силы способствовало регрессу демократических норм. По мнению авторов доклада, Карабахская война укрепила авторитарную власть Ильхама Алиева. Однако этот конфликт угрожает дестабилизировать позиции правительства Армении. Армения с тех пор, как в 2018 году вспыхнули массовые антиправительственные акции протеста и граждане проголосовали за реформаторское правительство, в вопросе свобод добилась успеха, говорится в докладе. С 2018 года Армения в авторитарном регионе считалась демократическим бастионом. Военная база Айн-Аля-Сад, используемая войсками США в Ираке, подверглась обстрелу. Военная база Айн-Аля-Сад, расположенная в иракской провинции Анбар и используемая американскими военными, подверглась ракетному обстрелу. Об этом в среду сообщил телеканал Аль-Джазира со ссылкой на иракские источники в сфере безопасности, сообщает Армен Пресс со ссылкой на ТАСС. По данным канала, 10 ракет упали недалеко от места базирования военных международной коалиции. Другие подробности инцидента выясняются. Около 170 конгрессменов призывают Байдена занять более жесткую позицию по Турции. Более 170 членов Палаты представителей США призвали администрацию президента Джо Байдена на фоне многочисленных сообщений о нарушениях прав человека в этой стране пересмотреть свою позицию по отношению к Турции. Как сообщает Армен Пресс, члены Палаты представителей направили письмо в администрацию Байдена. Пока администрация Байдена формулирует свою внешнюю политику в отношении Турции, мы просим вас обратить внимание на вызывающую тревогу нарушения прав человека, имевшее место при президенте Раджеп Таип Эрдогани. Президент Эрдоган и его партия «Развитие справедливости» использовали свои почти 20 лет пребывания у власти, чтобы ослабить судебную систему Турции, назначить политических союзников на ключевые посты военной разведки, подавлять свободу слова и свободную прессу и незаконно заключать в тюрьму политических оппонентов, журналистов и представителей национальных меньшинств. Говорится в письме. Члены Палаты представителей отметили, что с 2016 года более 80 тысяч граждан Турции были заключены в тюрьмы или задержаны, а более полторы тысячи НПО были прикрыты ради подавления политической оппозиции. Центр изучения древних рукописей имени Месропа Маштоца Матенадаран Матенадаран – один из богатейших центров хранения рукописей в мире. Был открыт 3 марта 1959 года в Ереване. Здесь находится одно из крупнейших собраний рукописей и средневековых книг в мире. Около 23 тысяч рукописей, оберегов, фрагментов и 300 тысяч архивных документов. Это крупнейшее хранилище армянских рукописей. Слово «Матенадаран» в переводе с армянского означает «хранилище рукописей». Институт Матенадаран был создан на базе национализированной в 1920 году коллекции рукописей Эчмиатинского монастыря. Начало создания этой коллекции датируется V веком и связано с Месропом Маштоцем, создателем армянской письменности. Уже в V веке Лазарь Парпетси сообщает, что при Эчмиатинском монастыре существует книгохранилище. Эчмиатинский Матенадаран был объявлен государственной собственностью 17 декабря 1929 года. В 1939 году коллекция была перевезена из Эчмиатина в Ереван. Современное здание Матенадарана было построено в 1959 году по проекту архитектора Марка Григориана. В 1984 году был издан первый том общего каталога коллекции Матенадарана. Матенадаран в 1997 году был внесен в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Интервью с Мари Барсайян Ханджан Писатель-публицист Мари Барсайян Ханджан в эфире телеканала «Западная Армения» рассказала о важности сохранения и развития чистого армянского языка. Коснулась и звуковой системы западноармянского языка. Она также сослалась на гения философской мысли Давида Ангахта Ширякацы, которые начали писать на основе языка, выработанного веками. В древности государственным языком был древнеармянский язык Гребхард, на котором писалась литература, который был утерян. Он стал письменным и перестал использоваться как разговорный. Затем появились диалекты армянского языка. Гостья также упомянула важность языка в сегодняшних реалиях. К примеру, все чиновники и госработники должны пройти тест на знание армянского языка перед вступлением в должность, независимо от того, армяне они или национальное меньшинство. Видео доступно на нашем YouTube-канале. Далее для вас, акубансабль Лачи Ниманан. Полное видео доступно на официальном сайте Западной Армении или же на нашем канале. Оставайтесь с миром! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok